Повышение уровня жизни казахстанцев обеспечивается преимущественно за счет кредитования. Такие данные озвучил счетный комитет. При этом ведомстве подчеркнули, в стране продолжают расти проблемные займы. В 2019 рост потребительских кредитов опережал рост номинальных доходов населения почти на 15%. Несмотря на значительную поддержку со стороны государства, за последние пять лет все еще снижается роль банковского сектора в экономике страны. Его активы КВВП снизились до 40%. Для сравнения, еще пять лет назад финансовые активы БВУ превышали 60% КВВП. В целом, судный портфель банков страны КВВП сокращен почти вдвое. А доступных и длинных денег для бизнеса как не было, так и нет. Растет и статья расходов на обслуживание и погашение государственного долга, как и долга правительства. По правительственному долгу такие затраты достигли почти 1 трлн 400 миллиардов тенге. Это «Народная экономика» и я, Гульнара Жендагуловой. В нашей программе мы ищем простые логические ответы на сложные экономические вопросы. Оценки по перспективам роста в 2020 году стран торговых партнеров Казахстана остаются негативными. По прогнозам Consensus Economics в 2020 году экономика ЕС сократится почти на 8%, в России больше, чем на 4%. Экономика Китая замедлится до практически полутора процентов. Резкое восстановление показателей ожидается лишь только в 2021 году во всех странах-партнерах. В частности, экономика ЕС вырастет на 6%, экономика России на чуть меньше, чем 4%. Китая на 8%. По прогнозам, Организация экономического сотрудничества и развитие мировой экономики сократится на 6% в этом году, после чего вырастет на 5,2% в 2021 году, но при условии, что удастся держать пандемию коронавируса под контролем. Однако в Организации экономического сотрудничества заявили, что столь же вероятность сценарий второй волны заражения в этом году может привести к тому, что мировая экономика сократится на почти 8%, а в следующем году не вырастет даже на 3%. И многое будет зависеть от грамотной и даже ультрамягкой денежно-кредитной политики государств. Российский Центробанк, к примеру, уже заявил о снижении базовой ставки. Ожидается, что в июне главный банк этой страны снизит ключевую ставку до 4,5%, в июле до 4%, а в первом квартале 2021 года до 3,5%. Снижение ставки повлечет удешевление кредитов для населения и бизнеса, оживление спроса. После снижения Банком России ключевой ставки на 0,5% пункта отечественные банки начали снижать и свои ставки по кредитам. Это приведет к новому минимальному уровню ставок. Уже до пандемии в феврале 2020 года ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум, опустившись ниже 9%. В Казахстане Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,5% годовых. А между тем Европейский Центральный банк разрабатывает схему для покрытия возможных сотен миллиардов евро невыплаченных кредитов после вспышки коронавируса. Об этом сообщает Рейтерс. Проект, который появился на фоне того, что власти Европы мобилизуют триллионы евро для поддержки экономики региона, направлен на то, чтобы защитить коммерческие банки от любых вторичных последствий кризиса, если рост безработицы ограничит доходы населения, необходимые для погашения кредитов. В Казахстане во время коронавирусной паузы жителям страны предложили отложить оплату кредитов. И конец мая, начало июня запомнится экономике страны как модернизация всей ипотечной госсистемы Казахстана. 9 июня президент Казахстана Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ. Для чего и что это даст тем, кто мечтает накопить на квартиру? Этот вопрос мы задали экспертам и заодно выяснили, как обстоят дела с уже существующими ипотечными программами страны. По новому закону в Казахстане теперь работает единый оператор реализации жилищной политики. В одну структуру объединили действующие субъекты квази-государственного сектора. Казахстанскую ипотечную компанию «Бетерек Девелопмент» и фонд гарантирования жилищного строительства. А на базе Жилстройсбербанка Казахстана президент поручил создать новый институт развития и поддержки жилищного строительства «Семейный банк». Для удобства клиента, для того, чтобы он не путался в разных программах, должно быть принцип единого окна. Поэтому 11 мая прозвучало поручение нашего президента создать на базе Жилстройсбербанка от Басыбанк. Это семейный банк, в котором самым главным будут ценности семьи, которая копит для того, чтобы сделать какие-то усилия по приобретению жилья. И нас радует, что когда мы проверяем нашу базу, наших вкладчиков и сверяем по номерам ИИН, по фамилии, имени, отчеству, мы видим, что из 540 тысяч, которые стоят в очереди, на сегодняшний день 205 тысяч являются одновременно и вкладчиками. Смысл изменений в том, что новый банк будет проводить отбор нуждающихся в жилье и улучшение жилищных условий на основании уровня доходов претендентов, чтобы каждый казахстанец, не имеющий жилья на праве собственности, мог обратиться в Центр по обеспечению первым жильем и в соответствии со своими доходами получить крышу над головой. В основе своей содержит принцип социальной справедливости. То есть, если у человека низкие доходы, то он может обслуживать займ под низкие проценты. Если же у человека более высокие доходы, то ему доступны и рыночные ипотечные программы. В прошлом году мы впервые внедрили лестницу доступности жилья. Эта лестница представляет собой перечень разных продуктов, которые есть в Нурлежере для разных социальных групп. Первая ступень – это люди, семьи, в которых доход на одного члена семьи ниже двух прожиточных минимумов. И вот как будет выглядеть в целом эта ипотечная лестница. Семьям, имеющим доход меньше одного прожиточного минимума на одного, предложат арендное жилье. С доходом до двух прожиточных минимумов доступны программы «Бакта-Отбаса». Семьи, чей доход выше, могут получить кредит в рамках пилотного проекта «5-10-20». Мы планируем, что программа стартанет с 1 июля 2020 года. Сейчас мы находимся в процессе оформления документов. Во-первых, мы оформляем облигационный займ, и Национальный банк предоставит нам эти ресурсы в течение июня месяца. Во-вторых, основные условия программы сейчас утверждаются постановлением правительства. Президент объявил, что выделено на программу 390 миллиардов тенге. Первые 180 миллиардов еще в апреле месяце, в начале и в конце марта были доведены до акиматов для того, чтобы ускорить процесс строительства жилья. Не секрет, что во многих областях Казахстана цикл строительства очень сильно зависит от погодных условий. Все программы работают по похожей схеме. Первая в стране была 7-20-25. Она и стала точкой отчета в Казахстане льготной ипотеке. Спрос рождает предложение. Мы создали спрос со стороны населения на виде предоставления средств людям через банки второго уровня. Соответственно, это повлекло то, что у людей спрос на новостройки, на приобретение жилья получился. Исходя из этого, строители уже начали более-менее подстраиваться под условия нашей программы и в своих планах по застройке на будущий период учитывать наши ценовые лимиты. Наша программа, помимо того, что дает толчок к строительной отрасли, но эта программа также помогает как сохранить, так и создать новые рабочие места. Это как раз и в профильной отрасли. Это строительство и смежность с этим отрасли. И вот данные на начало июня по реализации программы 7-20-25 в стране. Принято больше 32 тысяч заявок на получение займа на сумму 366 миллиардов тенге. Одобрено уже больше половины. И напоследок о тех, кому кризис не кризис. Акции компании Tesla стали стоить больше 1 тысячи долларов, что делает ее самой ценной автомобильной компанией в мире. Автопроизводитель электромобилей оценивается в 190 миллиардов долларов, обогнав Toyota. И теперь стоит больше, чем Ford, General Motors, Honda и Fiat Chrysler вместе взятые. Это была программа «Народная экономика». Мы докажем вам, что каждое, даже небольшое изменение на финансовом рынке может иметь большое значение для ваших финансов. И вместе с вами мы заглянем в денежные копилки правительств государств и посчитаем и чужие деньги, и подумаем, как сохранить свои. С вами была Гульнара Жендагулова.